Валентина Алексеевна Кордовская 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 Причинами низкого качества является низкое содержание сухого вещества процент БРИКС. Вы во многих докладах слышали об этом, многие упоминали о проценте БРИКС. И в итоге, как же получить и как подойти к вот этому высокому содержанию сухого вещества и что мешает его получить? Кислый PH клеточного сока растения в период стресса. Во-первых, тонкая клеточная стенка, снижение резистентности к заболеваниям и вредителям. В результате мы можем потерять урожайность от 10 до 50 процентов в целом. И в зависимости от того, допустим, на какой культуре это происходит. Результатом недобора урожайности во все времена является стресс, то есть нарушение процесса фотосинтеза. Нарушение процесса фотосинтеза дает низкую продуктивность и качество продукции. Увеличение концентрации этилена дает подкисление клеточного сока, снижение накопления сухого вещества, накопление аммония в токсических количествах и преобладание распада белков над синтезом. Ну и торможение, конечно, всех физиологических процессов во время нахождения растения, во время стресса. И вы видите, что основой является именно тот фотосинтез, о котором говорили вчера в докладах наши коллеги, говорили и сегодня. Ну и давайте посмотрим, как удержать этот фотосинтез. Пожалуйста, дальше. ПАЖ почвы плюс уровень солей в почве, в том числе и вредных солей. Все это отражается в конечном итоге на процессы фотосинтеза и вызывает стрессовую ситуацию у растений. Пожалуйста, дальше. И уровень брикс от этого будет зависеть в полном объеме. Значит, если уровень брикс шестерка, то это земляника, ягода в целом, будем говорить так, здесь просто на слайде земляника, ягода в целом, это может на любой ягоде быть, эта ягода будет нетранспортабельна или малотранспортабельна. Если мы на зеленой ягоде имеем брикс уже 10, а лучше где-то 11, то в момент, когда ягода подходит к техническому сбору, мы всегда будем иметь брикс не меньше 12-14%. Эта ягода транспортабельна, эта ягода будет хорошо храниться, она будет высоких вкусовых качеств, она будет иметь аромат, она иметь будет те полезные элементы, которые, будем говорить так, нужны для питания, в том числе людей. Ну и теперь посмотрим, как же вырастить вкусную и полезную ягоду, имея продукты группы компании Агроплюс. Вот здесь на схеме четко обозначено, в какой момент, допустим, какие продукты пойдут на внесение. Если рассматривать цикл развития растения, то он будет сложен из двух периодов, то есть это накопление именно пластических веществ и потом второй цикл, это перемещение пластических веществ. Точкой отсчета является момент, у каждой культуры он будет разным, но это примерно на ягодных культурах будет начало из перемещения именно пластических веществ, будет приходиться на фазу изменения цвета на самой ягоде. Поэтому здесь важно и развитие корневой системы, здесь важно и развитие полезной микрофлоры, здесь важно и накопление этих пластических веществ для того, чтобы было то, что мы потом в конечном итоге переместим в ягоду и получим вкусную, хорошую продукцию. Каким образом это отслеживается, каким образом мы понимаем, что происходит в данный момент на плантации и как мы оцениваем состояние именно продукции, подходящей уже к сбору. В обязательном порядке при выезде специалистов мы используем приборы и никогда не оцениваем культуру именно глазомерно. Глаз может ошибаться, может зеленая краска листьев свидетельствовать о том, что там перенасыщение азотом, допустим. А мы посчитаем, что это хорошо произошли процессы фотосинтеза и тем самым будем надеяться, что там будет что перемещать. По факту там перемещать будет, по сути дела, очень маленькое количество накопленных пластических веществ, которые пойдут в ягоду. В результате БРИКС никогда не поднимется до уровня 10-12%. Поэтому наша задача сначала этот БРИКС накопить во время вегетации растений. И кроме того, мы можем отслеживать и состояние сосудов растения, то есть способность нормально всасывать и минеральное питание. Мы можем видеть, насколько чисто работают сосуды. Мы можем видеть и состояние растений по элементам питания и по их соотношению непосредственно и в листовом аппарате, и в ягоде с помощью других приборов, которыми мы пользуемся. В том числе и измерением именно уровня БРИКС. В результате вот такого мониторинга мы получаем экологически чистую ягоду без нитратов. То есть мы видим и можем замерить количество нитратов в землянике уже готовой. И она, как правило, всегда соответствует предельно допустимым концентрациям нитратов в ягоде. Соответственно, эта ягода полезна и для больных людей пожилого возраста, и, конечно, для ребят, которые заходят непосредственно на плантацию и любят полакомиться прямо непосредственно с грядки ягодой. Эта ягода будет безопасна. Дальше. И вот здесь на слайде вы можете видеть коллекцию уникальных жидких органоминеральных комплексов длительного действия линейки ПРК «Белый жемчуг». Линейка ПРК «Белый жемчуг» включена в перечень продукции для органического земледелия и допущена для применения производства именно органической продукции. Пожалуйста, дальше. Ну и имеет сертификаты АМРИ, это по системе НОПА. Вот мы являемся членами союза ягодного союза, членами органического союза земледелия. Ну и ведем большую работу в том числе по испытаниям нашей продукции не только с наблюдением именно наших специалистов, но и с привлечением ученых, которые свидетельствуют о том, что происходит, допустим, на плантациях, где применяется продукция группы компании «Агроплюс». Дальше, пожалуйста. Одним из таких примеров является работа в городе Орел с научно-исследовательским институтом. Ну и дальше немножко, как говорится, результатов, те, которые получены в результате отслеживания учеными этого института на протяжении уже, начиная с 2018 года, у нас есть результаты стабильно, которые отслеживают ученые этого института. Жалко дальше. Это Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур. Проводились такие, в общем, опыты, как повышение зимостойкости ежевики, увеличение урожайности, качество ягод, получение экологически чистой ягоды, без фунгицидов, инсептицидов. Их, эти опыты отслеживали, еще раз повторяю, ученые института. Пожалуйста, дальше слайд. И вот на этом слайде вы очень четко можете видеть опыт 2018-2019 года, где был применен ПРК белый жемчуг желтый в 1% растворе. И плюс сюда применялся белый жемчуг антифриз в 1% растворе. Даты показаны, разница по результатам видна, как говорится, наглядно. Это не наши фотографии, это фотографии ученых. И это доказательство того, что продукция полноценно работает, продукция действительно интересна и может применяться в системах земледелия. И доказывает то, что это, как говорится, не просто там что-то невообразимое, а это действительно чисто органические продукты, которые мы предлагаем. Пожалуйста, дальше. И вот здесь вы можете видеть балл подмерзания. Вот просто не буду там долго останавливаться на слайде. Вы можете увидеть балл подмерзания на ежевике, вот что было без обработки и что было с обработкой. То есть после вот такой обработки балл подмерзания на ежевике был гораздо ниже, чем на контроле. В одних и тех же условиях, при одних и тех же температурах. Пожалуйста, дальше. Здесь показано еще применение белого жемчуга-желтого антифриза. Вот при урожайности с одного куста мы видим, что у нас на 32,3% контролю урожайность выше, средняя масса ягод выше, среднее количество ягод на кисти выше и среднее количество кистей на кусте тоже выше. То есть это тоже отслеживал именно институт. Это не наше наблюдение, это спасибо большое тем сотрудникам института, которые занимались вот такой работой. Пожалуйста, дальше. И дальше мы смотрим еще следующее. Это количество кистей на кусте. Вот, пожалуйста, ягод в кисти. То же самое. Масса одной ягоды. И средний урожай с куста. Пожалуйста, тоже разница очень существенная. Здесь за счет именно количества тех кистей, которые сохранились. Именно сохранение почек. Пожалуйста, дальше. И вот еще момент. Тот, который мы нам тоже отсредили ученые. Это вот можете наблюдать. И можете наблюдать, что количество здесь аскорбиновой кислоты, которая часто сопутствует стрессовому состоянию, здесь гораздо ниже, чем находится на контроле. Пожалуйста, дальше. То есть растения во время вегетации гораздо меньше стрессовали. И опыты на землянике. Здесь применялся тоже белый жемчуг. Вот. Мы видим разницу и по окраске листового аппарата. Мы видим и качество ягод, которые были получены. Пожалуйста, дальше. И видим в том числе, значит, уровень БРИКС, тот, который получен в результате применения фитомодулятора в период массового созревания. То есть мы видим прибавку по БРИКСу 1,7 единицы. Это довольно хороший результат, который здесь был отмечен. Пожалуйста, дальше. И мы работаем и в Крыму с институтом огорача в Крыму, где в крестьянско-фермерском хозяйстве с помощью ученых этого института был тоже, как говорится, поставлен опыт с применением белого жемчуга экоземляника. И был отслежен тоже учеными. Пожалуйста, дальше. И внесение было, первая фаза была в начале бутонизации внесения на сорте клери. Дальше, пожалуйста. Вторая через 15 дней после первой обработки. Тоже было внесение экоземляники, белый жемчуг. Пожалуйста, дальше. И вот результат тот, который нам предоставили ученые именно по этому опыту. Вот то, что мы наблюдаем. Масса одной ягоды 32,4 грамма. Количество ягод на кусте больше, цветоносов на кусте здесь было меньше, но мы вносили уже цветоносы были заложены, поэтому здесь мы повлиять особо не могли. Высота растений, то есть ростовые процессы были больше, ну и количество растений тоже одинаковое. Но мы видим вот здесь показатель именно тот, на который мы могли повлиять в результате применения нашего препарата. Пожалуйста, дальше. Ну и теперь немножко о том, где же все-таки мы работаем и какие крупные хозяйства работают с нами. В каких регионах вы можете увидеть вот здесь, не буду их называть, тратить время ваше. Вот я вам скажу, что мы работали и как скорая помощь в некоторых хозяйствах. Когда сети отказались принимать ягоду, мы подняли уровень БРИКС на 2%, буквально где-то за 4 дня уже ягода принималась сетями. Благодаря нашим рекомендациям и той программе, которая была предоставлена в это хозяйство. Пожалуйста, дальше. Ну, одним из примеров полного вот такого полного объема применения наших обработок является крестьянско-фермерское хозяйство Мисюкевич Владимира Владимировича, которые применяют полностью всю систему обработок полноценно, по схеме. И результаты в этом хозяйстве всегда высокие. При разных ситуациях всегда мы подсказываем, находим выходы, как выйти из той или другой ситуации. И всегда хозяйство довольно тем, что у них всегда, как говорится, объем покупателей никогда не теряется. И уровень БРИКС всегда, уровень 12 присутствует в хозяйстве, и бывает и 14. То есть она, по сути дела, технически спелая ягода, которая не доводится до полного созревания, она имеет полностью БРИКС ниже 12. Пожалуйста, дальше. Пример в этом же хозяйстве, когда было понижение температур до минус 11 градусов, это под агроволокном 60-кой, при трехкратной повторности за 3-4 дня до очередного понижения температур 3-процентным раствором, значит, в соседних хозяйствах плодовая почка погибла, на 100% некоторых хозяйствах была гибель. В этом хозяйстве, вы видите, эта фотография уже зацветшая после зацветания растений, мы видим, что здесь нормальное выделение ауксинов идет, потому что пчела сидит, мы видим, что нет почернения на цветках, то есть полностью, полноценно сохраненный цветок, тот, который именно удалось сохранить вот в таком именно варианте. Ну и плантация в целом, мы можем видеть, что это открытый грунт, это довольно сложно, потому что здесь влияние от окружающей среды в полном, как говорится, объеме происходит, но мы видим, как выглядит плантация, мы видим закладку урожая, то есть здесь все достойно. Пожалуйста, дальше. И много вопросов прозвучало в том, что для земляники нет инсектицидов, нет фунгицидов и так далее. Так вот, применяя такие продукты, как белый жемчуг, эко-земляника, как белый жемчуг, фитозащита, значит, мы можем влиять в том числе и на вредителей, и можем влиять на болезни. Вот здесь представлены вредители, те, которые вы можете видеть, и представлена концентрация растворов, в каком случае, каким раствором нужно работать при определенной ситуации. Пожалуйста, дальше. Нужно учитывать, что продукты чисто органические, поэтому срок действия этого продукта будет продолжаться где-то не более 8-9 дней, потому что при отрастании следующего листа, соответственно, нужно будет делать новую обработку. Но такие продукты, как квасия, омара, масло дерева, ним, коричник, цилонский, дают полноценную защиту растений от вредителей. Они блокируют пищеварительный тракт вредителя. Вредитель на какое-то время остается живым и может, как говорится, находиться на растении, но питаться он не будет. Это особенность этого продукта. Поэтому при применении этого продукта это нужно помнить. Кроме того, продукт обладает и подсушивающими свойствами на вредителей, кроме того, обладает еще и влиянием, репеллентным влиянием, отпугивающим именно на вредителей, тех, которые могут заселять именно плантацию. Пожалуйста, дальше. Ну и хочется поблагодарить всех, тех, кто слышал нашу презентацию. Хочется пригласить к сотрудничеству всех желающих. Здесь указана и электронная почта, и сайт наш, и мой телефон. Пожалуйста, можете связываться с нами. Мы подробно вам расскажем, как это делать, как подходить в том или другом случае к обработкам, чтобы эти обработки полноценно сработали. И хочется пожелать всем ягодоводам хороших урожаев, хочется, чтобы они видели удовлетворение от своей работы, чтобы те доклады, которые прозвучали интересные сегодня именно на ягодах России, чтобы они принесли пользу, чтобы вы оттуда вынесли, как говорится, самое все полноценное. И то, что можно применять, не боясь, что вы отравите людей. И то, что можно применять в тот же день, снимая продукцию, имея полноценную защиту и от вредителей, и от болезней. Спасибо за внимание. Благодарю. Большое спасибо, Валентина Алексеевна. Коллеги, есть вопросы из зала? Есть вопрос у нас. Одну минутку. Пожалуйста. Валентина Алексеевна, добрый день. Добрый день. Я хотел бы спросить, в начале презентации вы сказали, что вы разрабатываете уникальные продукты. Можно немножко раскрыть, что вы в это вкладываете? Или, например, перед вами выступал представитель компании Агромастер. Может быть, вы чем-то принципиально отличаетесь от препаратов, производимых этой фирмы? Спасибо. Но я не хочу оценивать, допустим, то, что говорил коллега по своей продукции. Это, в принципе, некорректно. Если вас интересует конкретно, пожалуйста, связывайтесь. Мы отдельно с вами переговорим. Мне важно знать, кто вы. Еще один вопрос. Спасибо. Алло. Да-да, я на связи. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот я прочитала, что антифриз – это вытяжка хвои. Пихты. Так? Ну, это не совсем так, потому что в белом жемчуге антифриз экстракт хвои присутствует, вот, но там помимо хвои присутствуют еще и другие составляющие. Да, они такие достаточно в маленьком количестве. Мне бы хотелось, вот в чем вопрос. На каком принципе вот именно этот препарат, ну, по какому принципу мы его должны вносить, чтобы почки сохранились при понижении температур? Какое действующее вещество и какой механизм сохраняется в ручке? Экстракт хвои пихты? Или это вот эти вот, там, дозы минералов подобранные? А можно вы представитесь, кому я отвечаю? Ну, КФХ – яркая ягода. Яркая ягода. Значит, этот продукт, он не может работать как бы в разделении составляющих одних и других. То есть это полноценный продукт, который работает в совокупе, чтобы вы понимали. У нас сейчас еще дополнительно выходит и еще один продукт, тот, который называется белый жемчуг универсальный плюс хлорофилл. И такой продукт буквально вот он выходит уже, он вышел уже, по сути дела. Вот, значит, продукт является фитомодулятором именно в условиях перепада в температуру. Вы должны понимать, одно дело – перепады температур, и другое дело – биология растения. Существует у каждого растения биологическая точка, ниже которой, в принципе, растение не может выдержать понижение температур. Мы помогаем растению фотосинтезировать вот именно в этих перепадах температур. И когда мы обрабатываем растения в условиях, когда растение может фотосинтезировать, растение просто-напросто за счет фотосинтеза вырабатывает сухое вещество, которое, по сути дела, и является тем составляющим, которое удерживает именно от понижения температур. Да, там задействована именно вся составляющая продукта. Кроме того, продукт легко удерживается на листе, он не смывается осадками, он удерживается длительный период времени, и растение забирает то, что ему необходимо. То есть не нужно комплектовать, допустим, по элементам питания, что ему нужно в этот момент, что ему нужно будет завтра. Растение само знает, что ему забрать, поэтому фотосинтез происходит полноценно и красиво выполняется. И мы видим, соответственно, мы видим зеленый красивый лист, но это лист не от азота, это лист от тех процессов фотосинтеза, которые происходят непосредственно в растении. И мы видим то, что у нас именно уровень БРИКС в растении полноценно идет накопление и так далее. Спасибо большое, Валентина Алексеевна. Коллеги, если есть еще какие-то вопросы, то их можно будет задать, потом взяв у нас контакты специалистов. Спасибо.